Я понимаю, там ботва может это перегнить, но вот в картофель, свекла или там прочее, да, когда люди из каких-то погребов в соседних таких кооперативах везут и сваливают, вот как с этим поступать, так? Вот теперь второй вопрос, ветки, допустим, малина, да, ну надо вырезать, сейчас все будут вырезать, сжигать дома нельзя, да, в огороде нельзя, куда эти ветки складировать тоже, и с этим еще столкнулась травой. Сейчас буквально у многих поражена картофель, это колоратским жуком, да, то есть эту ботву надо сжигать, ее складировать нельзя, как поступить, вот это надо решить от ботвы. Что касается пищевых отходов, как говорите, вы картофель, это все входит в стоимость месячную. Вы картофель, очистки, там гнилую картошку, как говорится, говоря простым языком, все это можете складывать в свой контейнер, все это вывезет ценами. А что касается ботвы, да, вот говорите, вы зараженная ботва колоратским жуком, ну это здесь непростая, конечно, ситуация, потому что это на сегодняшний день, это по Красноярскому краю, конечно, это вот начало все это развиваться, и вот это заражение происходит. Ну, здесь вопрос больше, наверное, как к биологическим каким-то обработкам, да, или химическим, что, как это с ним бороться, это должна, я думаю, специальная служба, но ни в коем случае не рекоператор, потому что рекоператор, функция рекоператора, это сбор, вывоз, чтобы у нас на территории был чисто, убрано, чтобы не было завалов, чтобы не было антисанитарии, как вы сказали, что есть завалы, есть это. Есть такое. Ну, над этим мы работаем, с этим мы и боремся, и на местах, но люди обращаются, обращаться, конечно, нужно, и можете к нам обращаться, звоните, приходите, пишите. Поясните, пожалуйста, пока далеко от этого вопроса не ушли, по Батве, в других муниципальных образованиях этот транспорт вывозит Батву, и на встрече с жителями частного сектора было сказано, уважаемые жители, единственная просьба к вам, не ставьте сразу по 20 мешков, Потому что, когда мы едем, мы этими 20 мешками сразу полную, ну, условно, полную сыровоза забиваем, и до всех остальных на улице мы за один раз не доедем. Поэтому, пожалуйста, Батву мы вывозим, но ставьте по 2-3 мешка, чтобы мы не перегружали машину, и тогда там в несколько приемов мы все вывезем. А вы говорите, что ее не берете в Назарово, то есть как-то нестыковка? Не берем мы в рассыпном виде, если она не упакована. Конечно. В мешке, в мешке, если все это будет складировано, а если еще будет высушено, то это Батвы, в принципе, там ее немного будет. То есть, ну, мы ее вывозим, все в мешках, в упакованном виде. Что-то там проблема получается с вывозкой? То есть, это примерно та же ситуация, что и с ветками, то есть, если забить его, то он практически выгрузить невозможно. Как и с веткой от Малины, она же тоже, ее просто нужно так же упаковать в мешок, помельчить и упаковать, если, говорите, вы не можете ее жить. А сколько мешков за раз заберет рекоператор? Вообще, по норме накопления плата идет на одного человека 0,07 метра кубических. Это 70 литров мешочек в месяц начисление идет на одного человека. На один мешок такой? Да. 82 рубля. Если у вас там прописано человек 10, то, конечно, там будет уже 0,7 метра кубических, это контейнер 0,7. На одну семью, если там 10 человек, а на одного человека это вот такая норма накопления. И тариф рассчитан именно вот на эту норму. О protection проектов. 3, без этогоBOان. 3 사례. 5-4-й. Como keluariacал. 5-й. 6-6-5. Продолжение следует...